Продолжение следует... И висят фотографии, я это могу видеть, и там живет моя сестра, там живет... Я полчаса назад общался с своей бывшей одногруппницей, она на Гладковке живет. Подождите, вы случайно здесь сказали, что вы не пришли, потому что вы не знали про это? Нет, я услышала. Я на пляже была. Нет, вы просто не по интернету, вы просто шли мимо на пляже, да? Да. Вы как будто нас Бог послал. Вы узнаете Донецкий день? Вот там есть Донецкий день. Покажите, а где? Я не знаю, у меня друг там. Так что вы хотели сказать? Нет, я говорю, это вы что с подружкой, она на Гладковке. Нет, Гладковка хорошо, почесали ее. Только что почесали. Только что, да? Сейчас, ребята, на аэропорт, в аэропорт, в аэропорте. Донецк. Эфа, это Донецк? Донецк. Это Донецк. Это Донецк. Вот это когда в семью попало, 4 человека похоронили. Да. Там мальчик был 10-11 лет, девочке 6. У вас в камеру, чтобы ее записать, что-то говорит. Телевидение. Женщина, женщина, как вас зовут? Елена. У меня подруга, я ей оставила ключ от квартиры, поливать цветы. Я вас очень прошу, скажите эту камеру, не надо сейчас говорить. За 40 минут до этого она поливала цветы. Когда она пришла, снесена крыша, нет цветов, у меня нет времени. Пожалуйста. Мне ребенка из садика забирать надо. Это важно для мира, потому что никто в это не верит. Сейчас бабка прошла, говорит, это не Украина, она нам сказала. Как это не верит? В городе у меня это слаб-куровки. Я это видела, это название Савианского. Я мамочка с тобой не знала. Ну, вот люди не верят, понимаешь? Они живут во Львове и в Киеве, говорят, это вранье. Это долбило вас Путин. Да. Очень смешно, конечно. И главное, что кому-то не видно, откуда ракеты летят. Невероятно, но да, люди так думают. Где еще? В доме были люди, и даже в квартире, в которую попало, но снаряд прошил кухню и зал, а они были в других комнатах, там были трое. Все остались живы и попали под осколки случайные прохожие, которые проходили мимо дома. Во всем квартале нету стекол. Что еще могу сказать? Это, конечно, ужасно, и то, что это правда, я могу сказать. Я украинские каналы не смотрю. Нет, здесь, здесь, местное, радио, ГЭК, 9 канал. Я не смотрю, у меня нет этих каналов. Радио не слушаете? Русские газеты не читаете? То есть вы не знаете, как это освещается? Что бы вы сказали, если бы узнали, что корреспондент 9 канала сказал, что жители Славянска обстреливали себя сами? Это точно так же, как под 10 сами себя поджигали и делали все остальное. Все сами, самостоятельно. Самостоятельно. Подожгли, изнасиловали, лицо себе полили и так далее. Это то, что нам говорит 9 канал. Это неправда. Окей, я вам благодарен за то, что вы нам рассказали, как очевидец и свидетельница. У меня там мама пожилая, сестра, на этаж ниже, чем попал в снаряд. Это нам подали электроэнергию. А что, куда люди уходят? Я уехала сюда. А другие люди? Соседи уехали куда только можно. У нас в подъезде сейчас живет только из 8 квартир двух. Куда они уехали? Кто куда, кто к родственникам. Я тоже к дочке сюда уехала. Внука я вывезла в Киев. Там у меня младшая дочь. В России бегут люди? Ну, у нас... С чего он бежит? Я не могу этого... Нет, то, что бегут, это да, но я ничего не могу сказать конкретно про свой дом. А, я понимаю. А на фотках вы видите, да, знакомые все, да, на Донецке? Ну, там есть донецкие фотографии, да. Ладно. Бомбят города мирные, и гибнут люди, дети, дети. Это противостояние совершенно непонятное. Как можно своих так беспощадно. Ладно, всего доброго. Мир!